Ну что, настала пора вам рассказать про вариаторы Cherry. Это практически основная трансмиссия для автомобилей этой марки и суббрендов Cherry. Так вот, досмотрите это видео до конца, и вы узнаете все об обслуживании этих вариаторов, надежности, ремонте, ну и так далее. А также вы узнаете про то, какой вариатор устанавливался на Lada Vesta. Итак, поехали! Начнем с того, что вы сами можете определить, какой вариатор установлен на Cherry. Дело в том, что наклейка с маркировкой наклеена сверху вариатора. То есть, чтобы ее увидеть, вам достаточно открыть капот, взять фонарик и посветить на вариатор. Напомним, что при поперечной установке двигателя вариатор устанавливается со стороны водителя. То есть, с левой стороны возле левого крыла, либо же возле левой фары. Берем фонарик, светим и смотрим маркировку. У старых вариаторов будет просто цифра-буквенный код, ну, типа 019CHA. А у более новых вариаторов будет табличка со штрих-кодом и маркировка типа QR018, либо QR025. И множество цифр на ней. Если есть наклейка, ну, то есть табличка, значит, есть еще и код, ну, маркировка, которая выбита на металле. Ее надо искать ближе к моторному щиту. Она находится под АКБ и ГУРом. Ну, а о том, какие вариаторы устанавливаются на Cherry, сейчас вы узнаете в этом видео. Итак, начинаем с самого старого вариатора. Этот вариатор называется CVT-19, и его маркировка звучит как QR019CHA. Этот вариатор появился в 2011 году и разработала его компания китайская Ван Ли Янг. Он может встретиться на LeFan X70, а также на множестве автомобилей Cherry, то есть таких как А3, Ариза 5, Ариза 7, Ковин 5, Е5, G3, Тига 2, Тига 3, Тига 4, Тига 5, Тига 7. И на данный момент автомобиль с таким вариатором, новый, китайский, уже не купить. Его перестали устанавливать, поэтому вам вряд ли это удастся. Компания Ван Ли Янг при разработке этого вариатора подсматривала у компании Jatco. И буквально вдохновилась Jatco GF011E. И, кстати, мы неоднократно о нем рассказывали. И есть небольшие сходства со старым вариатором Mitsubishi F1C1. Так вот, у этого вариатора толкающий ремень от компании Bosch. И такой ремень ставят практически на все вариаторы Jatco, плюс соленоиды от компании Bosch. И блок управления вынесен за пределы корпуса, а внутри только лишь жгут проводов, который идет к соленоидам и датчикам скоростей. По ставшей уже традиции для расширения диапазона передаточных чисел, в этом вариаторе используется планетарный редуктор. То есть, есть пакет фрикционов. И также есть еще фрикционная накладка в гидротрансформаторе, чтобы блокировать ее при движении на устоявшихся скоростях. У вариатора CVT-19 поддон находится сбоку вертикально. То есть, если осматривать автомобиль на подъемнике, то ищите его возле левой фары. То есть, он как бы обращен вперед, а не вниз. И вот под этим поддоном, то есть за этим поддоном, находится гидроблок. Из самого поддона торчит направляющая со щупом, для того, чтобы можно было посмотреть уровень масла. Фильтр становится доступен после располовинивания трансмиссии. Так вот, масло сливается через сливное отверстие, а уровень выставляется по щупу. Однако, есть более ранние версии без щупа, но с контрольным переливным отверстием. На боковине корпуса используется АТФ-СП-3. Для полной заправки надо 8 литров. Через сливное отверстие удается слить лишь половину. Частичная замена необходима этому вариатору каждые 40 тысяч километров. Вариатор CVT-19 нельзя назвать надежным. Это больное и дорогое место в автомобилях Cherry. Он неплохо служит с моторами 1.6, но стремительно погибает с двигателями объемом 2.0. Основная проблема в том, что из направляющих влетают шарики одного из конусов. То есть для изменения передаточного отношения. Конусы, по которым работает ремень, приближаются и отдаляются друг от друга. Половину конусов скользят по шарикам, которые помещены в направляющие бороздки валов конусов. Так вот, китайцам в данном случае не удалось добиться приемлемого качества обработки направляющего вала и его борозд для шариков в частности. Шарики разбивают борозды и просто выскалькивают наружу. Вы представляете, как будет болтаться конус без нормальной опоры? Ну, а хуже всего, что шарики повредят поверхность конусов и ремень. Ну, а дальше вариатор будет хрустеть, как кофемолка, потому что вот эти вот металлические шарики не особо-то и перемалываются. Надо срочно глушить двигатель, вызывать эвакуатор и ехать на ремонт. Кстати, шарики можно заменить превентивно и поставить их от вариатора Jatko 011e. Еще у этого вариатора CVT-19 не очень надежные подшипники валов. В них изнашиваются ролики. И, кстати, потом появляется гул и скажете, китайское качество. Нет, кстати, ролики там японские от компании NSK. Но китайские инженеры были наслышаны о проблемах вариаторов Jatko. В частности, о проблемах с редукционным клапаном насоса. И китайские инженеры внесли изменения в CVT-19. Они оснастили этот вариатор простым шестеренчатым насосом с внутренним зацеплением и простым надежным редукционным клапаном. Так что от потери давления этот вариатор не умрет. Но проблема с шариками и направляющими очень распространенная. Она начиналась уже к пробегу в 70 тысяч километров. Ну и вариатор еле доживал до 110 тысяч километров. Но есть другой нюанс. Вернее, не нюанс, а плюс. Запчастей для этих вариаторов просто завались. И мастерские восстанавливают эти вариаторы до нового состояния. Но минус в том, что эти запчасти очень дорогие. То есть капремонт вот этого вариатора CVT-19 будет на 30-50% дороже, чем Jatka GF-01CE. Нужны витамины для вашего автомобиля? Надо устранить угар масла, защитить двигатель от задиров, поднять компрессию, убрать стуки вибраций, продлить ресурс двигателя трансмиссии топливной системы, защититься от перегрева, снизить расход топлива, избежать замену форсунок, удалить запахи из вентиляции и многое другое. И Супротек вам в этом поможет. А Автостронг стал официальным дилером компании Супротек. Супротек – это трибосоставы для двигателя, которые восстанавливают повреждения при холодном запуске, плюс защищают двигатель от износа при частичных перегревах. Также Супротек – это присадки для двигателей и трансмиссии, для гидравлики, для топливной системы. Также есть средства для ухода за автомобилем, а также есть моторные масла и смазочные материалы, добавив своему автомобилю ласки и смазки вместе с Супротек. Ну а где покупать это все, вы знаете, в Автостронге. Ссылочки и подробности будут в описании. Заходите на наш сайт. Итак, следующий вариатор называется CVT18. CVT18 имеет обозначение QR018CHA. И встречается, то есть устанавливался на автомобили с двигателями до 1.6 и буквально встречается на всех через 2018 года. И по настоящее время список моделей велик. Там практически все TIGA и пару моделей AMODA. Сейчас все эти автомобили вы видите на экране. И, кстати, именно этот вариатор начал устанавливаться на Lada Vesta. Этот вариатор тоже разработан китайской компанией Van Liyang. Инженеры продолжили вдохновляться компанией Jatka, а именно вариаторами Jatka GF015E и 016E. У этих вариаторов нормальный поддон, то есть он находится снизу, снимается и становится доступен фильтр грубой очистки. А также магниты. Напомним, что на магниты налипают продукты износа вариатора. Фильтр можно купить без проблем, а можно его просто почистить. А вот если на магнитах стружка, то, милости просим, надо вести вариатор на ремонт. А фильтр тонкой очистки, бумажной, он находится под отдельной крышкой. Также без проблем его можно купить, а можно воспользоваться фильтром Nissan Jatka. Они идентичные. И точно так же с колечком под крышку фильтра тонкой очистки. Можно покупать по каталогам Cherry, а можно по каталогам Nissan. Для заправки используется масло Cherry CVT, либо же многочисленные аналоги для Jatka с обозначением CVT-F. Надо для полной заправки 8 литров масла. Через сливное отверстие весь этот объем практически вытекает. То есть недорогую такую вот замену надо делать раз в 40 тысяч километров. Конструктивный вариатор CVT-18 это эволюция CVT-19. Впрочем, у Jatka все шло точно так же. Ремень от Bosch, соленоиды от Bosch, планетарный редуктор для расширения диапазона передаточных чисел. И у этого вариатора китайского точно такой же масляный насос с мудреным редукционным клапаном, который уже при капремонте имеет следы износа и готов заклинить. А вот если он заклинит, то тогда будут проблемы с давлением. На что вариатор молниеносно отреагирует? Слетит ремень. Но чаще всего эти вариаторы приезжают на капремонт совсем из-за другой проблемы. Из-за износа втулки в ступицы масляного насоса втулка буквально расплющивается и наволакивается на вал масляного насоса. Следом продавливают уплотнительные кольца. Что происходит в итоге? Происходит утечка давления масла, которая должна удержать тефлоновые кольца. И в итоге вариатор полностью отказывается работать. Реже, если этот вариатор сумел пробежать 150 тысяч километров, возникает износ гидроблока и износ подшипников. Так вот, в первом случае появятся пинки и удары, во втором случае гул вариатора. Что по ремонту, спросите вы? А вот по ремонту у него все очень хорошо. Он дешевле в ремонте, чем его прототип от компании Jatco. Ну, в крайнем случае, конусы можно отполировать. Важное замечание. Если вариатор перестал ехать, то срочно грузите автомобиль на эвакуатор, потому что из-за проблем с давлением масла он может задрать конусы. Запчастей на этот вариатор хватает. Ну, то есть, все в избытке. То есть, за 3-4 рабочих дня вам его починят. Ну, и еще один более редкий гость на автомобиле к черри называется CVT25. Обозначается он как QR025CHA. На сайте компании Van Lee Young этот вариатор обозначается CVT25 либо CVT28. То есть, есть две версии на 250 ньютон-метров крутящего момента и 280 ньютон-метров крутящего момента. То есть, этот агрегат устанавливается на автомобиле с двигателями 2.0 turbo. То есть, любой Cherry Tiggo Exit Kai с двухлитровым двигателем работает именно вот с этим агрегатом. И конструктивно там все то же самое практически, как с CVT18. И проблемы те же. Но с другой стороны, этот вариатор встречается реже, потому что через двухлитровыми двигателями тоже встречаются реже. И поэтому они реже едут на ремонты. Но проблемы, повторюсь, практически те же самые. Ну, и в конце давайте же сосредоточимся на тех моментах, которые убивают вариатор. Внедорожная езда убивает. Буксировка других авто убивает. Такие привычные упражнения для кроссоверов, как заезды на бордюр, тоже могут оставить неизгладимые впечатления на конусах. Езда с крейсерской скоростью с постоянной 120-140 км в час тоже плохо для вариатора. Гонки со светофора тоже нет. В общем, кроссоверам предписывается, вот с вариаторами предписывается только асфальтная эксплуатация. Ну и охлаждение нужно более эффективное, чем заложено изначально. Как правило, у вариаторов Chery нету крохотных теплообменников, а есть небольшие полноценные радиаторы. И заменить их на более большие радиаторы не так проблематично, как на автомобилях Nissan, например. Так что есть вопросы к ресурсу вариаторов Chery. И, как правило, многие эти вариаторы меняли по гарантии и без лишних вопросов клиенту. Напишите в комментариях о вашем опыте эксплуатации автомобилей Chery с вариатором. Мы обязательно почитаем. Ну и пишите в комментариях, какие бы вы обзоры еще хотели увидеть. Обязательно рассмотрим. С вами всегда был Вести, будет компания «АвтоСтронг». Это «АвтоСтронг». Вести, будет компания «АвтоСтронг». «АвтоСтронг»